Математический факультет Экологов, метеорологов и так далее Действительно Николай Иванович Лобачевский Был Человеком больших Дарований, разносторонний И поэтому занимаясь Научно-исследовательской работой Он был не кабинетным ученым Как мы сейчас узнаем или напомним Многие об этом знают, допустим То он занимался И естественными науками И этот год Нынешний год Является в России Годом экологии А в Республике Татарстан сегодня Заканчивается Климатическая неделя И В нашем университете Таким образом является В этом году год Лобачевского Вот три события Как бы переплелись Сегодня Ну в одно Такое Знаковое событие Поэтому Мой доклад Он будет безусловно Касаться истории Метеорологических наблюдений И роли здесь Лобачевского Его учеников Последователей Ну и безусловно Хотелось бы сказать О современных проблемах Науки о климате Потому что климатические вызовы Сейчас тоже является на слуху Я могу напомнить о том Что Недавно прошел Всемирный Экономический форум В Давосе И там На первое место Были поставлены Гидрометеорологические угрозы Среди природных угроз Поэтому Ну и понятно почему Потому что 90% Всех неприятностей Ущеба происходит Именно от гидрометеорологических факторов Ну вот Так что вот Наши предки Они правильно избрали направление Что нужно развивать Метеорологию В Казанском университете Ну и вот мы сейчас посмотрим К чему это Как говорится пришло Первая книга Об атмосферных явлениях Была написана Аристотелем Под названием Метеорология Уже в то время Появилось это название А вот термин Климат Вел древнегреческий Астроном Гепарх Тоже до нашей эры Климат переводит С древнегреческого Наклон Вот это определение Считается астрономом В науке Почему? Потому что Астроном придумал Такое определение Климата Которое Ну понятно С позиции астрономии Безусловно Определяет главный фактор Климатических изменений Это солнечную радиацию Солнечная радиация Распределяется Неравномерно По территории земного шара И поэтому Гепарх выделил Три зоны Тропическую Умеренную зону Полярную зону И вот там Понятное дело Что Наибольшая Высота Солнца Это низких широтах Наименьше полярных Отсюда Возникают Вот такие различия Конечно же В дальнейшем Наука развивалась И Гумпольд Он уже ввел В своей книге Космос В 19 столетии Уже Новое определение Климата В котором Учитывал Взаимодействие Атмосферы Океана Земную поверхность И так далее Гумпольд Известен Как великий Географ И естественный Испытатель Ну а В наше время Все-таки Стали больше Обращать внимание На то Что Климат Не есть Нечто устоявшееся Среднее Это Достаточно Такая Мобильная Характеристика И Экстремальные События Постоянно Происходят И С позиции Уже Статистической Гидродинамики Уже Придумано Новое Название Это Придумал Я его Не придумал А предложил Академик Монин Что Климат Статистический Ансамбль Состояний Проходимых Климатической Системы За достаточно Длительные Промежутки Время То есть Все Что происходит Это Можно Ну и Наконец Я бы хотел Еще сказать Об одном Определении Которое Уже Совсем Недавно Было Предложено Это Климат Есть Инвариантные Вероятностные Меры Сосредоточенные На Странном Аттракторе Климатической Системы Когда мы Говорим О климатической Системе То Нужно Помнить О том Что Она Включает В себя Атмосферу Как Наиболее Подвижную Оболочку Океан Который Обладает Большой Теплоемкостью И инертностью Далее Суша Примерно Рассматривается Десятиметровый Слой Толщиной Криосфера То есть Все льды И Биосфера Биота То есть Все Вот эти Сферы Они Увязаны Взаимодействуют И Подчиняются Вот этой Климатической Науке Ну и В заключении По этим Определениям Конечно же Есть И Другое Определение Деятели Культуры Вот в частности Марк Твен Известный Писатель И юморист Он сказал так Что Климат Это то Что мы ожидаем А погода То что мы Получаем И в самом деле Погода Это такое Мобильное Быстрое Это Вектор Совокупность Многих Параметров Начинает С температуры Давления Влажности Явления Погоды И так далее Климат Это все-таки Тенденции Тенденции И вот По современным Представлениям У нас Все-таки Есть руководящий Орган Метеорологии Называется Всемирная Метеорологическая Организация Штаб Квартира Находится В Швейцарии То Они предлагают Так Определять Климат По 30-летним Периодам И конкретно 1961 1990 Год Вот за этот 30-летний Период Определяется Норма И по этой Норме Мы уже Живем Мы сравним Всегда С этой Нормой Вот таким Что касается Метеорологии И что касается Климата Здесь я Немножко Рассказал Так вот В Казанском Университете Метеорология Все-таки Развивалась На физико-математическом Факультете И рассматривалась Как Дисциплина Экспериментальной Физики При этом Наблюдения Метеорологические Они К ним Приучались Будущие Преддаватели Физики Математики И затем Роль Казанского Университета Заключалась В том Что он Роль Оказывалась Организационной Методической И так далее То есть Наблюдения Проводили Метеорологические Народных Училищ И гимназиях Всего Казанского Учебного Округа Который Включался В 15 Губерний Урал Сибирь Поволжье И даже Северный Кавказ И Все это Стекала Вся эта информация Стекалась В Казанском Университет Здесь На совете Ученом Совете Казанского Университета Рассматривали Вот эти Наблюдения Обсервации Или как Их называли Метеорологические Замечания И так далее Положил Начало Этому Одюнг Физики Затем Профессор Запольский Иван Ипатевич Но он Жил Не так Долго И Затем На смену Был приглашен Ему Профессор Теоретической Физики Бронер Из Швейцарии С 1810 Года И по сути Дела Вот с него Начинается Эта Метеорологическая Наука Хотя Я бы хотел Заметить Что Фукс Известный Профессор Казанского Университета Занимавшийся Медициной Он Объяснял Многие Влинии В частности Был очень Холодный 1811 год Он Объяснял Болезни Населения Города Казани В том числе Простудные Заболевания И так далее Вот Метеорологическими Факторами И написал Статью Именно Где Как раз Давал Оценку Здоровья Населения Города Казани С учетом Вот Наших Природных Явлений Первое Метеорологических Явлений И так далее То есть Фактически Получается Так что Фукс В какой-то Мере Даже Чуть Упределил Бронера Бронер По сути Дело Он ведь Во многом Способствовал Становлению Николая Ивановича Лобачевского В Казанском Университете И более того Даже Крепко Его уручал Вот Здесь Произошло Однажды Такое событие В 1811 году Вот Перед тем Как получить Аттестат Ему дали Такую Характеристику Лобачевскому Юноша Упрямый Нераскаянный Весьма себе Мечтательный Проявляющий Даже Признаки Безбожия Это Написано В 1915 году Новый Энциклопедический Словарь То есть Это Цитата Верная Поэтому Вот как раз Бронер и другие профессора Выступили на его защиту И тем самым спасли Для науки Лобачевского До Казанского Университета Бронер написал Статью Следствие Из метеорологических наблюдений В Казани В Казани 1814 года Вот эту статью Мы считаем Как бы Положившие начало Действительно Научным исследованием Ну Проводились Метеонаблюдения В конце концов Кто-то их анализировал И так далее Учитывал Возможно А вот что Чтобы уже Нужно Обопрещать Эти результаты И сравнивать Бронер тем более Сравнивал С городами Европейскими Каков у нас климат Город Казани То вот это Ну и в целом Он делал публикации Вот газет Казанское известие Которая собственно говоря Тоже служила Интересом Нашего университета Ну и главная Его заслуга Заключается в том Что действительно При нем В 1812 году Открылась Метеорологическая Обсерватория И вот мы Считаем Это точка отсчета В этом году 205 лет Метеорологического наблюдения В Казанском университете Это третий После В России Да и в Советском Союзе Когда было Третий Посудил Станция Обсерватория Первая В Санкт-Петербурге Вторая В Москве Там межевой институт Есть при нем Метеорологического обсерватория И вот третий Уже В 1812 год Казань Ну вот такие Наблюдения проводились В то время Что там отмечалось Температура Явление Давление И так далее Это я К тому Что дальше мы увидим Что наблюдается сейчас Вот кстати говоря Предлагается В настоящее время Подключиться России К евразийской системе Они Уже начинают Обеспечивать Такими станциями Наблюдательными станциями Которые измеряют Тысячу параметров Тысячу параметров Не только Метеорологических Профиль там Пульсации Дыхание почвы Растение Дыхание растений Все экологические Параметры Но это удовольствие Очень дорогое Поскольку Такая станция Стоит от 2 миллионов евро До 7 миллионов евро Вот В России Пытаются две станции Такие установить Это в Ростове-на-Дону И в Сибири Там Надым Город Надым В Устье-Аби Нашим университетам Тоже предлагается Подключиться К этой сети Тем более Что В Европе Это уже государственное дело Вот такие ведутся Сейчас наблюдения Вот то, что мы видим Первичные Вот эту табличку Вот сейчас Пожалуйста Тысячу параметров И это ведется Постоянно в автоматическом режиме Ну Далее Нужно обязательно сказать О Купфере Адольф Яковлевич Купфер Который Был приглашен Из Петербурга В Казанский университет Профессор физики, химии Минералогии И он Собственно говоря Стал заниматься И положил основу Уже магнитным наблюдением В Казанском университете И Но был он здесь Не так Так сказать Много Времени Вот Он, кстати говоря Очень тесно сотрудничал С Николаем Ивановичем Бачевским Поскольку тот уже Стал ректором В этот период И Их задача заключалась в том Чтобы Расширить круг наблюдений Публиковать их И так далее Но Купфера Переманили в Петербург Он стал академиком И Прибыв в Петербург Сумел Создать Главную физическую Обсерваторию И Метеорологическую Службу В России И В честь этого Была вот такая Выпущена Были две медали Вот На одной из них Изображен Купфер А на другой Сама Геофизическая Физическая Обсерватория Которую он основал То есть Он очень много Сделал И Более того Надо Умер-то Не в таком Большом возрасте 68 лет Почему Он устанавливал Приборы На вышке Простудился Получил Испаление Легких В Петербурге И вот Скачался Ну Посудил Как говорится На своем Посту И Здесь Важный момент Вот Купфер Адольф Яковлевич Купфер Это Казанский Наш профессор Был Казан Профессором И оставил Действительно Яркий след В истории Метеорологических И магнитных Наблюдений Ну все Стало Очень дорого Стоило Дорого Все приборы Нужно было Покупать Поэтому Оказывается Да Метеорология Была дорогой Наукой Здесь я сказал Современные станции Стоят миллионы евро А в то время Ну что там Термометры Барометры И так далее Они тоже стоили Приходилось Приводить Из-за рубежа Из Парижа И так далее И вот После того Как он уехал 29 1829 Году Метеорологическое Обсерваторие Стал заведовать Лобачевский Он стал директором Ну он был ректором Естественно Главные заботы Его были ректорские Но тем не менее Он отвечал за Лобачевский Отвечал и за Метеорологию В Казанском университете Что он сделал Он сделал следующее Вот сейчас Когда мы выходим Во двор Там Здание научной библиотеки Там где находится Абонемент Художественной литературы Вот На этом месте По его Предложению Был вырыт Шахт-колодец Глубиной в 32 метра Он предложил Измерять температуру В почве Для этого Купили Термометры Через каждые Один метр Установили Целая лаборатория Была там построена Туда можем Спускаться По винтовой лестнице И так далее Вот Но Через некоторое время Да До некоторого времени Хочу сказать следующее Что вот Елтрут Не пропал даром После него Пришел Кнор Которая обработала Эти данные Я опубликовал Ну тут о нем Немножко чуть позднее А вот Николай Иванович Лобачевский Вот занялся этим делом Вот когда Обработку провели Данных Ну впервые Температура В почве То оказалось Что Самая низкая Температура До Минус Одного Градуса Это в конце Марта А самая Высокая Температура На уровне Одного метра На глубине Одного метра Она Наблюдалась В июле Месяца И равнялась 15 градусов Примерно То есть В почве Температурные Колебания Не так ярко Выражены Как в атмосфере У нас По среднем Месячным данным В городе Казань 33 градуса Это я имею По среднем А если брать Экстремальные события То все Наберется Наверное Под 80 Ну правда Не всегда Конечно Вот у нас Ведь В 2010 году Была жара Как раз Под 40 градусов Но это Предел Который может Быть Температура У нас здесь В Казани Это экстремальные Так Лобачевский Кроме того Он Расширил Круг наблюдений Тогда было Как-то Не было таких Не было инструкций Не было Метеорологической сети По сути дела Наблюдали Как там Приходится А вот он График составил Четыре наблюдения Утренние в 9 часов Там Полуденный И так далее Вот четыре наблюдения И самое главное Я считаю Даже Даже не это Наверное Все-таки Казань оставалась Университет оставалась Центром Метеорологии Вот Огромного Такого Учебного округа Поэтому нужно было Выезжать Нужно Новые станции И вот новые станции Которые Не то что в окрестностях По Волжне созданы Начиная С Царицына И кончая Ниже Новгородом Вот Ниже Здесь у нас Симбирск И так далее И так далее И на восток И на запад Это все Происходило под влиянием Как раз Казанского университета Ну и безусловно Николая Ивановича Лобачевского Когда он этим делом Занимался Ну вот я уже Сказал про этот колодец Но судьба Те вот так Получилось Вот Стали Лопаться Эти Ртутные Термометры Не выдерживали Видимо Таких Таких Холодных Периодов И Что получилось Но он Лобачевский Изобрел Я Не знал Оказывается Что он Не только Чистой математикой Занимался А он Изобрел Уже Такие Металлические Термометры И тем не менее Все равно Природа победила Природа победила Потому что Стали выделяться Метан И другие газы И пришлось Все это прекратить Вот эти наблюдения Но Лаборатория Подземная Была настолько Большой Когда Стали строить Вот это здание Научной библиотеки Нужно было Все это Заботонировать Землей Вот Работали Работали Бросили Это занятие И Просто Каменный свод Поставили Над этой лабораторией И сейчас Она находится Когда Возводили фундамент В общем Она находится На углу Видимо Вот этой Научной библиотеки Так что Мы ее И не увидим Вот После Лобачевского Надо бы нам Отметить Ивана Михайловича Симонова Ну это понятно Они совместно Работали с Николаем Ивановичем Лобачевским И так далее Симонов знаменит тем Что Во-первых Он участник Первой Русско-антарктической экспедиции Белинсгаузена-Лазарева Открытия Антарктиды На шлюпе Восток Ксалюрио-станции Восток В Антарктиде Сейчас функционирует И на станции Восток Для изучения климата И прошлого Прошлого состава Атмосферы Пробурили Антарктиду На три с лишним Льды Антарктической льды На три с лишним километра И Обнаружили там Низу Подледное озеро Вот Вот Эту Эту работу Приостановили Почему? Потому что Побоялись Привнести туда Ну Понятное дело Это же техник В конце концов Там Какие-то примеси Могут оказаться И так далее Вот Подготовили Такое Назовемое Экологически чистое Оборудование Все-таки Пробурили Все это Три с лишним километра Но Тем не менее Жизни в этом озере Не оказалось А что любопытно Это озеро Предсказал Теоретически Предсказал Сын Капицы Петра Капицы Физик Сын у него был Географ Вот Географ Московского университета Профессор Московского университета Корреспондент Академии наук Вот он как раз Предсказал Наличие Это озеро Поскольку сам Исследовал Антарктиду И Теоретически Получился И доказательство Подтвердилось Потому что Затем Когда географы Стали У нас Во-первых Очень сильный Был институт Он сейчас Работает Институт Сильный Котляков Академик Глицеолог Выдающийся Глицеолог Вот он Возглавлял Эту работу Вместе С французскими Исследователями Вот они Сумели Пробурить Что это дало Это дало То что Удалось Исследовать Изменение климата На протяжении Одного миллиона лет И Очень важно Когда керны Извлекают Керны льда Во Франции Их Обрабатывали Исследовали По пузырькам Которые там Сохранились Можно было Судить Об атмосфере Прошлых эпох То есть За миллион лет О ее температуре И так далее Ну и выяснилось Что Именно Колебания климата Происходит С цикличностью Примерно Сто тысяч лет За это время Обязательно будет На протяжении Вот этого Последнего Миллиона лет Обязательно будет Потепление климата И будет Соответственно Ледниковый период Обязательно Это случилось Таким образом Ну вот Сумели Это очень Трудная работа Была Потому что Нужно было Исследовать Керны И так далее Они исследовались Вместе с французами Это Международная деятельность По сути дела Ну а для нас Важно то Что В этом Понимал участие Симонов В открытии Антарктиды Здесь Кстати говоря Этнографический музей Он привез Много коллекций Когда они Путешествовали И Симонов Написал Первую работу Наверное О разности Температуры В Южном Северном Полушарии Возможно Это первая работа Кроме того Симонов Многое сделал Он тоже Стал В последствии Ректором И Многое сделал Для развития Университета И В первую очередь Для развития Магнитных Исследований В Казанском Университете Вот Ее портрет Иван Михайлович Симонов Вот Сподвижник Лобачевского Ну а далее Все-таки Своих Подготовленных Профессоров У нас не было Вот Кнор Который Тоже Заведовал Метеорологической Обсерваторией Он был Рекомендован Гумбольдом Ну вот Главная заслуга Кнора Заключается в том Что он подготовил Наставление Учителям Казанского Учебного Округа Для дел Метеорологического Наблюдения Это Такое Пособие Она есть Мы Недавно Подготовили Статью Совместно С сотрудником Главной Физической Обсерватории Хайрульном Там как раз Вот это Приводим Своей Своей Статье Все те Самые Достижения Которые Были Сделаны Именно В тот Самый Период Но Кнора Затем Переманили В Киевский Университет Он Там Стал Работать Но Он Здесь Важное Оставил О себе Память В ученых Записках Казанского Университета Опубликовал Статью Ход Температуры В Казани Из наблюдений 1933 года Вот Почему Эта Статья Оказалась Важной Потому Что Он Как раз Использовал Начинание Лобачевского Именно Использовал Не только Температуру Воздуха Исследовал Но и Температуру Как раз Той самой Шахты Которая До 30 Км До 30 Метров То есть Ну В основном Конечно Верхний слой Там Один метр И так далее Вот Он Обнаружил Закономерность Которая Затем Фурье А может быть Раньше Фурье Я не помню Уже здесь Он тоже В том же Веке Был В виде Законов Трех Известных Законов Фурье Именно О том Как Менялись Температура В почве Ну После Кнора Пришел Савельев Все Последователи Они занимались Безусловно Расширением Метеорологической Сети Доставали В России Приборы Не производились Вывозили За границы Для собственно Наставления Соответствующие То есть Развивали Отечественную Метеорологию И Здесь Как раз Очень важный Важный момент Длительное время Метеорологию В Казанском университете Возглавлял Профессор Бальцани Это Прямой ученик Воспитник Лобачевского И Ну Что он сделал Наиболее Такое Интересное Он Стал запускать Аэростаты То есть Стали проводиться Наблюдения Не только На поверхность Земли Но и На больших Высотах Это его заслуга Метеорологией Занимаются Физики Вот Колли Слугинов Известный физик Гатгаммер Вот о нем Гатгаммер Нужно конечно Его показать И сказать Следующее Это все-таки Ректор Казанского университета И он создавал Сеть Вот все они Стремились Последователи Создавать Сеть Метеорологических Наблюдений Наблюдений По всему Казанскому Учебному Округу Гигантский Округ Был Ну и Безусловно Это удавалось Сделать Вот активную Часть Принимал Смирнов Один Исследователь Курской Магнитной Аномалии На Казанской Губернии Было создан 23 Метеорологические Станции Были Издавались Труды Метеорологические Сети Востока И так далее Но затем Все это было Передано Петербург Поскольку Да Вот кстати говоря Метеорология Профессор Гагаммер Математик Но тем не менее Написал Вот такую книгу Вот Затем Все это было Передано Санкт-Петербург Там Главная Физическая Обсерватория Или физическая Обсерватория Которая Основал Купфер Вот Она стала Заниматься Так сказать Координацией Всех Исследований Нужно Упомянуть Обязательно О роли Профессора Всеволода Александровича Ульянина Почему Потому что Ульянин Это Учитель Завойского Академика Завойского И он Очень много Тоже сделал Для развития Геофизики Метеорологии Просто физики Все таки Он был В первую очередь Физиком Теоретиком Получил Образование Здесь он Открыл Кафедру Геофизики В 1923 году Так что Нашей кафедре Метеорологии Которая Является Наследницей Уже Исполняется 95 лет На будущем Году Ну и Затем Кафедра Воспитала Ряд Выдающихся Геофизиков Это Логачев В тени Лауреата Либо так В то время Сталинской Премии Государственной Премии Калини Дроздова Субботина Булашевича Вот Это Выдающийся Ученый Субботин Директор Института Физики Геофизики В Киеве Академии Наук Булашевич Член Кор Академии Наук СССР Это Свердловск Екатеринбург По нынешему И так далее Дроздов Очень большой Вклад Внес Санкт-Петербург И так далее Логачев Прибора Ну Проще говоря Кайвер Воспитал Действительно Выдающийся Геофизик Это были Тридцатые Годы Тридцатые Годы Здесь Несколько Человек Вот Ульяний Силат Александрович Ульяний Он очень много Сделал И что Интересно Ульяний Читал Лекции Вот в этой Аудитории В свое время Тогда были Это В двадцатых Годах Были Открыты Лекции И он Вспоминал Что На первую Лекцию Придет много людей Негде было Даже сесть Вот Садились на подоконниках Ну а затем Такая Это Истекало Вот Это Ручейки И к концу Уже Мало оставалось То есть Они занимались Просветительской деятельностью Вот Те самые Наши Предки Ну вот После Ульянина Были Вот обратите Мандюков Смолеков Это все Математики Где был еще Метеоролог Вот в 48-м году По сути дела Только начались Подготавливать Метеорологи Вот По инициативе Петра Трофимовна Смолекова Который тоже Являет Выпускником Физмата Так что Наша наука Метеорология Она зародилась На физико-математическом Факультете И Тексты связаны С ней В настоящее время Ну а затем Уже Вот Наша кафедра Вот я Сейчас уже По делу Буду говорить Больше Так сказать Там была история Вот Метеорологическая Апседратория Юан-Энчин Так сказать Она сейчас Вот находится Здесь Во дворе Университета 205 лет Ведутся наблюдения На метеорологической Апседратория Но сохранились Ряды С 1828 года Это одни Из старейших Таких рядов То есть Это был Малоледниковый Период И вот Когда мы Говорим о Малом Ледниковом Периоде То я здесь Всегда вспоминаю Нашу первого Студента Ксакова Сергея Тимофеевича Который писал Что Еще будучи Гимназистом Они занимались Метеорологическими Наблюдениями И Он Это было Все-таки Начало 19-го столетия Вот Он отмечает Что Часто Замерзала ртуть Они ковали Эту ртуть А Птицы Замерзали На лету Они их подбирали И отогревали Вот И уже Будучи В таком Солидном возрасте Он пишет Что Это не старческое Брюжание Что Как бы Такие Холода Были в Казани Вот сейчас Таковых Таковых Нет Это он уже писал В 70-е годы Действительно Таковых не было Самые холода Были Вот В тот Период И вот Метеорологическая Обсерватория Которая ведет Наблюдение Она Уже ведет Наблюдение 205 лет И получила Соответственно От руководителя Гидрометслужбы России Вот Свою Такую Грамоту Что Ее Наблюдение Является Входит Такой Фонд Наблюдения Так Вот Уже Современности Это была Все-таки Наша История Вот Почему Об этом Нужно Говорить Безусловно Все-таки Николай Иванович Лобачевский Мысль Глобальными Такими Проблемами То Что Была Всеволочная Точка Какая-то Наблюдательная Вот Во что Все это Прорвотилось Глобальная Система Наблюдений Уже Все Все Охвачено Бездемной Шар Начиная Со спутников В том числе Метеорологических Геостационарных Спутников Вот Радарами И так далее За всем И ведется Такое Слежение Через Каждый И все Это Вот Все это Служит Прогнозу Погоды И климата Вот Международная Круппировка Метеоспутников Функционирует Так что Вот Ведутся Наблюдения За Погодой За климатом Всесторонние Но я уже сказал Что Даже вот такие Метеостанции Предлагаются Вот Кстати говоря Нам Метеостанции Тоже Казанского Университета Предлагали Звонил Из Финляндии Почему Это делается Из Финляндии Вот Это Которая Измеряет Тысячу параметров Профессор Зельтенкевич Сергей Сергеевич Он как раз Является Инициатором Но сам Он работает Сейчас В Финляндии В Финском Университете Вот Он Предлагает Если бы мы Купили За Допустим 5 Миллионов Евро Эту Станцию То мы бы Очень много Могли сделать А вот Здесь Что Это Наша история По сути дела Метеорологическая история В городе Казани Здесь температура Вот Наши Предки Лобачевские Другие Они жили Все-таки Тогда Когда температура Казани Средняя Годовая Была порядка Двух градусов Небольшим Сейчас Уже 6 градусов Мы идем Только вперед Глобальное потепление Климат Ему не остановить Хотя Вот Сами Пульсации Показывают Что Конечно же Межгодовые Изменчивость Она Достаточно Велика Колебания Происходят Но Тренд Устойчивый Тут Никуда не денешься Вот На 4 градуса Здесь Мы сравним Наши данные С английскими Вот Известно Что английские Станции Они Я уже говорил Что наша Одна из старейших В России А в Англии 30-50 лет Там назад Уже стали Вести наблюдение И Что любопытно Англия Остров Здесь Мономалии Просматриваем Вот смотрите Летний период Справа У нас Практически Изменение Погоды Ну Дам Случ Климата Проходит Почти синхронно И Лишь Последние Годы Красная Линия Красная Это Наша Университетская Станция Показывает Вот Наша Красная Линия Пошла Вверх У нас Стало Теплее А в Англии Кто-то Может Из вас Бывал В Англии Последние Годы Там Все-таки Становится Прохладнее А вот Что касается Зимнего Периода То же Самая История Вначале Было Теплее В Англии А вот Сейчас Я имею Теплее Становится У нас То есть Больший Поток Тепла Как раз Находится Это По данным Нашей Метеостанции Красной Линией Данной Нашей Метеостанции А вот Все Эти Штрихи Колебания Происходят Это Понятное Дело Ну вот Что касается Кафедры Буквально Два слова 200 2000 специалистов Подготовили 100 кандидатов Наук 20 докторов Наук Научная школа И так далее Вот сейчас Кафедры Полностью Остепененные Ведет 71 дисциплину Прочее Вот чем Занимается Наша Чем мы занимаемся В первую очередь Глобалистикой Достаточно Это Климатом Глобальным Региональным Циркуляцией То есть Движением Атмосферы Энергетикой И так далее Все это направлено На то Чтобы Все-таки Попытаться Использовать Вот эти Климатические Ресурсы Да По крайней мере Для какой-то Пользы Ну вот То что мы Вот наши Публикации Здесь Представим А теперь уже Больше По сути дела Вот Перед нами Самая Климатическая Система Источником Радиации Являет Солнце Оно показано Здесь Вы видите Шар Климатические Системы Включают Себя Атмосферу Океан Сушу Криосферу И биоту Все это Взаимосвязано Между собой Работает В одном Каком-то цикле Для нас Самое главное Здесь Вот какой момент Важный Есть Вот Последующий Рисунок Раз мы Из него Увидим Работает Энергетика Сколько Приходит На Солнце На Нашу Планету Солнечный Тепла Столько Уходит В древние В древние времена Лет 100 Миллион К тому Назад И больше В определенной эпохе Но было И такое Последний Ледниковый Период Когда У нас Была температура Порядка 7-9 градусов Это было Совсем недавно 18 тысяч Лет Там Назад То есть Колебания Температурные Достаточно Большие Ну вот Как раз Здесь На этом Рисунке Представлены Все Компоненты Климатической Системы И Соответственно Стрелкой Показано Какое Идет Взаимодействие Как мы Видим Система Работает Над тем Чтобы Сохранить Себе Вот И притоки Радиации Как раз Показаны В основном Конечно Солнечная радиация Но Солнечная радиация В основном Поглощается Отражается Частично Излучается И так далее Это привожу К тому Что сейчас Очень Модное Понятие Прониковый Эффект Действительно Благодаря Прониковому Эффекту Температура Наша За последние Столетия Повысилась На 1 градус И Дальше Повышать Опасно На 2 градуса Ну так Вот Была Не так давно Конференция Парижская На которой Было все-таки Принято решение Что нельзя Допускать Чтобы температура Поднялась До 17 градусов Это полоха будет Уже Возникает Нестабильность Все равно Все как-то В рановесе В природе Здесь уже Будет больше Негативного Так сказать Последствия Хотя для нашей Старной Это хорошо Было бы Посудить сами Средняя температура На территории России Всего-то Навсего Минус 4,5 градуса Минус 4,5 градуса Криллитозона 60% Занимает Нашей территории Вот У нас в Казани В Татарстане 4-5 градусов Не так уж много Если так разобраться Нам тепло Как раз бы Не помешало Почему все это происходит Вот мы как раз Говорим о том самом Глобальном потеплении Глобальном эффекте Вот Происходит Согласно Современной Точке зрения Что именно Взрастает концентрация Проникового газа В первую очередь Углекислого газа Метана Закись азота Озона И так далее И так далее Возможно Ну вот здесь мы Показываем Тоже повышается Меняется Вулканическая активность Другие моменты Гренландия Стало меняться Стало меняться Стало изменяться Уже наступает Малоледниковый период Это примерно Малоледниковый период Наступил В 16 веке И продолжался До 19 века Примерно В данном случае Выиграли В данном случае То есть Приспособились Вот Но Дальше Все-таки В последующие годы Вот В последующие годы Особенно Последние 150 лет Вот за этим Уже наблюдения Ведутся Всемирная Метеорологическая сеть Температура Стала повышаться Глобальной температуры И вот Правому углу От меня То получается То что мы Сейчас живем Уже При таких Высоких Температурах И этот процесс Он Идет по экспоненте Так же Как и Содержание Прониковых газов Поэтому Ученые люди Обеспокоены И не только Общественность И государственный деятель Как бы Не было Негативных последствий Больше Чем Приятных последствий От того что Крем Становится Более теплым Неустойчивость Возникает Большие Возникают засых И так далее Вот у нас Сейчас мы Да Ну Это последствия Сразу последствия Идут За потеплением Снежный покров То есть Получается так Что Вот эта климатическая система Меняет свои параметры Меняет параметры И За этим идут Природные процессы Ну Это не всегда Как говорится Поощряется В этом плане Вот Если рассматривать В целом Как ведет Это современное Глобальное потепление То практически Оно везде В меньшей степени В Антарктиде Вот здесь Представлены Как раз Красным Показано Красным Цветом И черной Линией Это вот как раз Температура Которая поднимается И Этот все Процесс Будет идти До 2600 года Фактически Если бы Не было Углекислого газа Не вбрасывался Углекислый газ В атмосферу То наша температура Вот там Синяя линия Обратите внимание То она практически Не менялась Наоборот Естественные Тенденции Даже Понижение температуры То есть Мы как бы Живем сейчас Ну В достаточно Естественном климате И Почему это все Происходит Вот происходит Из-за того Что выбросы Огромные выбросы Происходят В атмосферу И Возникает Так называемый Прониковый эффект Что значит Прониковый эффект Это когда Углекислый газ В первую очередь Вот Поглощает Поток тепла Который идет От земли В атмосферу И не отпускает В космос Не пропускает В космос Все остается Нам Идет прогрев И вот Есть такие сценарии Развития Климата На будущее От полутора До четырех с половиной градусов Температура может подняться На протяжении Двадцать первого столетия Понятное дело Что Вот Парижские соглашения Они не случайно Были заключены И Принято было решение Не больше Можно подниматься Не больше чем на два градуса Надо сокращать Объем производства Надо переходить На новые совершенные технологии И так далее То есть Эта проблема Становится уже Потепление Уже Достаточно Серьезной проблемой Потому что Нарушается Баланс Вот Видите Факт показывает Что Каждое последующее Тридцатилетие Это Результаты Наблюдений Причем Таких Очень высоких Высокого Урова наблюдений То есть Каждое Последующее Тридцатилетие Становится Все более Более Теплым А весь Земной Шар По сути Дело Вот Видите Это Тренды Тренды Все положительные И Особенно Высокая Скорость Потепления Происходит На территории Российской Федерации Канада И так далее То есть Вот Северные Достаточно Регионы Если Брать Шестнадцатый год Он был Самым теплым В истории Метеонаблюдений Вот Снова Видите Что Северное Полушарие Оно Разогревается В большей степени И Где мы Находимся И лишь Антарктида Вот где Антарктида Там синяя Это означает Что там Тренд Отрицательный Там температура Не повышается Отрицательная температура Понижается Наоборот Вот Такая Глобальная Картина Поэтому говорят Не случайно О глобальном Потеплении Климата Потому что Синего Голубого Очень мало На нашей планете А в основном Процесс идет Как бы в сторону В одном направлении Эти данные Построены Уже По Таким Апробированы Ведется наблюдение Мировая сеть Данных Сеть наблюдения И обработка Ведется Соответствующая То есть Это достоверная Достоверная Картина Так Ну вот Если говорить Поскольку здесь Много очень Уважаемых Математиков То Все-таки Я бы хотел Привести Вот эти Формулы Которыми Работает Академик Марчук Работал Правильно Сказать Дымников Его школы Это Институт Вычислительной Математики Институт Вычислительной Математики Создал Модель Климатическую В этой Климатической Модели Одновременно Участвует 10-10 степени Показателей То есть Сотни и сотни Миллиардов Чисел Одновременно Вот Ну это Вот Символически Записана Система Уравнений Гидротермодинамики Вот Соответственно Разыскивается Траектория Траектория Прогноз погоды Это Оттаскание Траектории Движения Этой системы Во времени Что Скажу вам Чтобы Поскольку Здесь Не все Так Представители Здесь Представительство Очень широкое Все-таки Часто Ругают Наверное Метеорологов Но Краткосрочные Прогнозы Они оправдываются Процентом На 95 На 98 На трое До трое До трех суток А вот дальше Возникает Уже Явление Такие Это же Дело Связано с техникой С математикой Возникают Шумы И так далее Которые Не позволяют Правда Сейчас Современные Модели Глобальные Модели Достаточно Высокоточные Прогнозы 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 Делаются До 10 Суток Я хочу сказать Это прогноз Детерминированный Есть две вещи Есть детерминированный Прогноз Когда мы видим Карту И видим Все На ладони Но есть прогноз Еще вероятности Там мы просто Говорим Или Метеорологи Говорят Просто Вот в таких Пределах Будет Тот иной Показатель Ну скажем Сейчас у нас Май месяц По прогнозам Долгосрочным Прогнозам Май месяц Был в пределах Нормы В пределах Нормы Может быть Он и получится В пределах Нормы Потому что Мы знаем Что в мае месяц 13 градусов Средняя температура Хотя Собственно говоря Подозрительно Потому что Я посмотрел Все время У нас Как-то температуры Были ниже Июнь Ожидается В пределах Нормы Июль Жарким Соответственно Август Тоже в пределах Нормы Примерно 17 градусов А сентябрь И жарким И влажным Вот это Так называемое Долгосрочное Прогнозирование Все это идет От школы Кибеля Морчука И так далее Поэтому здесь Винить просто Метеорологов Не надо Здесь Приложили руку И математики Высокого Причем Очень высокого Класса А модель Которую создали В институте математики В учреде В учреде математики Москве Вот Дымник Сейчас в основном Работает Она является Одной из лучших Мировых моделей Причем Что важно Наши модели Все-таки Создаются Достаточно Самостоятельно В отличие От зарубежных Это вот Относительно Прогноза Будущего Поскольку На будущее Поскольку Меняются Соответственно Сценарии Если страны Не договариваются Между собой То выброс Все больше и больше Прониковых газов Ну и следовательно Из-за этого Повышается температура И Примерно На 4,5 градусов Может повысить Температуру На Нашей планеты Если не будет Согласия Между государствами Будет согласие Будут уступки Соответствующие То может Получиться Всего лишь Полтора градусов Вот на это Рассчитывают И Поскольку Прониковых газов В атмосфере Очень много Они частично Правда Переходят В океан На процентов На 30 В экосистемы Экосистема То есть Растительность Тоже поглощает Ублекислый газ То в атмосфере Остается Все равно Более 50% Все это накапливается И даже Если отключить Всю промышленность Все равно Вот это Глобальное потепление Климата Которое мы сейчас Испытываем Оно должно Продлеваться И на 22 23 Столетия Там Как там уже Может быть Будут затем Другие технологии Вот видите Красное Показано Это то Что температура Повышается Поэтому Молодежь Которая По крайней мере Будет жить Во второй половине 21 столетия Она может Вот вспомнить Допустим Вот эти рисунки И сказать Что правильно сделали Ученые Начало века Правильно Они предсказали Погоду Я не думаю Что у вас будет Малый ледниковый период Потери Огромные потери Несут Из-за экстремальных Погодных условий Причем Эти потери Все время Увеличиваются Вот видите По сути дела По экспоненте Идут И по нашей территории Российской Федерации Обратите Тоже самое Происходит То есть число Число явлений Опасных погод Все время Увеличивается Растет В одном направлении Дальше Если посмотреть Республику Нашу То получится Так Вот я привел 2010 год Здесь Это смертность Населения Показатель смерти Населения Резко возросла Поскольку Были Была Большая жира До 40 градусов Почти доходила Температура То есть Это верхний предел Выше Она может и не быть Потому что Там уже баланс Баланс сохраняется В этом году По территории По европейской части России 50 тысяч Вот таких Летальных исходов Но Вот что любопытно В Париже Произошла Примерно Та же самая История В 2003 году Погибло Большое количество Ну первое Что касается Людей пожилого возраста Вот Но Они поняли Наладили Кондиционирование И так далее Другие такские мероприятия И у них случилась Аналогичная жара Уже Пострадавших нет Вот нам нужно Так сказать Извлекать Вывод Так Вот что касается Современного Это уже Дальше начинается Кафедральное творчество Вот что касается Современного периода Мы обрабатываем данные Начиная с 1850 года И мы видим Что Действительно Глобальная температура Красной линии Все время Идет в рост Но что самое Еще Здесь Интересное Что Цикличность Вот 60-летний цикл Наблюдается Вот в черном линии Проведено 60-летний цикл Ну Ученые говорят Приверженцы Вот этой Прониковой теории Что если бы Не было Естественных факторов То есть вулканической Солнечной активности Других Внутренних То конечно Кривая была бы Более спрямленная А здесь получается В некоторых случаях Возникают именно Задержки Потепления И Ну кстати говоря Вырабатывается Как бы здесь Свою роду Ступенчатый рост Мы знаем о том Что примерно Если Можем подойти И по другому Здесь как непрерывная Кривая А можем построить И увидеть ступенек То у нас будет так С 1950 По 1987 Год Одна ступенька Затем Вверх Подскакиваем Температура подскакивает И начинается Новая ступенька То есть ступенчатая Такая Это уже с позиции Математики Которая занимается Ну Более серьезным Ну а здесь вот Северный полушарий Южный Северный полушарий Является продвинутым Более продвинутым У нас теплее У нас континенты И У нас Получается так Что Примерно Ну раз На полтора По-моему Может быть Выше температура Чем В южном полушарии Океаническом полушарии И там Антарктида Многое Антарктида По-прежнему Не очень подвержена Подвержена Глобальному потеплению Климата Я хочу подчеркнуть Еще раз Что суша Более прогрета Чем океан И северный полушарий Чем южный полушарий Соответственно Все расчеты Это и есть Я уж не буду приводить Вот смотрите Мы живем В мирной зоне Вот У нас Ситуация такова Что температура наша Растет Никуда не денется Вот Начиная с 70-х годов Ну в тропической зоне Попроще ситуация Вот здесь По высотам Мы можем говорить Что у земли Вот на нашей карьере Проводится работа По реанализам И мы имеем возможность Рассматривать В настоящее время Ход температуры До высоты 70 километров С высотой И мы видим Следующую картину Что вот Если поднимаемся На уровень 800 Это полтора километра То мы видим Наблюдаем Рост Вот такие Это По горизонтали Года Если выше Поднимаемся Ну вот 300 Это уже Там где летает Самолет Под тропопаузой Тоже идет Рост Температура Вот А когда Переходим Стратосферу 30 гектапаскалей 30 Это примерно 24 километра 25 То там уже Понижение Это правильно Согласно Прониковому эффекту Именно Тропосфера Должна нагреваться А стратосфера Выхолаживаться Ну вот Еще выше Поднимемся Ближе к мезопаузе Вот 1 гектапаскалей Это уже Уже Здесь Тротопауза Уже начинается Стратосфера То есть Мезосфера Мезосфера Здесь уже Процессы идут Немножко по-другому Тормосфера По-моему Нажерно нагревается Ну это уже Обработка ведется Того как меняются Низкочастотные компоненты То есть Мы отфильтровываем Колебания Высокой частоты И оставляем Только климатически Значимые И И скажем Последующий год Вычитаем Предыдущий год Вот внизу Мы держим Тротопаузе У нас вот получается В основном Картинка такая Все-таки Тепло А в верхней части Там уже Подинамичные Чередования Происходит Вот то же самое Здесь Наверху По-другому Я здесь уже Время я чувствую Уже Да Надо будет Побыстрее Это будем смотреть По нашему округу По Волжи По сути дела Температура меняется Таким образом Кто живет В Саратове У них среднегодовая Семь градусов Кто живет В Пермском краю На северо-востоке У них Даже отрицательная Температура У них уже начинается Среднегодовая Округ можно поделить Ну это специальные методы Здесь Наши специалисты На кафедре Делали Методы Аналогов Вот Кропотливый расчет Они показывают Что территорию округа Можно поделить На три части Мы живем в первой части Болополучной части Вот Аномалия температуры У нас только Устремляется вверх Это синяя Зима Красное Лето Среднегодовая Температура Ну то же самое По этим трем районам Которые Классикация проведена Была Там есть отклонения Но в целом Посадка Посадка Все мы Занимаемся В летний период Садоводством И так далее Не вредно это знать И как распределяются Осадки у нас Что касается тепла Здесь мы видим Что тепло увеличивается С осадками Сложнее картина Здесь более сложная Более картина Мозаичная И Ну у нас 500 миллиметров Примерно Попадает Почему Потому что Они носят Более колебательный Характер То есть Вот В 70-м году Их мало было Затем стали Увеличиваться Эти осадки По сезонам А затем Снова стабилизировалось И уже Семь районов То есть Осадки Это С осадками Более сложно Работать Они менее Как говорится Поддаются Не то что Они менее Они Измерения Все-таки Измерения Менее точнее Чем температура И они Более изменчивее Чем температура И поэтому Видите Уже 7 районов Выделяется У нас здесь Вот их поведение Соответственно Ну По разным районам Здесь Наш район А вот Мы так Идем к концу Примерно Вот Что касается Города Казани С 828 По 2016 Год Ну вот Вы видите Что среднегодовая Температура У нас только Идет Направление Роста Вот То есть Климат Становится Более теплым Вот я Да Зимние температуры В последнее время Что-то стали Немножко Понижаться Вот Показано Ну А летние температуры Растут Наоборот Растут Хотя Вот Вы сейчас Скажете Вот у нас Май месяц Май месяц Что вот Пора бы Как говорится Более высоким Температурам быть Вот Но в этом году Действительно Май Аномально холодный Хотя В природе Считается Частотный компонент Либо просто Разность Мы Из последующего Читаем Предыдущие Чтобы Видеть историю Вот Вот что касается Как Сказывается Это дело На Ведь это Мы Должны говорить Не только абстрактно А как для человека Для сельского хозяйства И так далее Вот Есть биоклиматические Индексы Биометеорологические Индексы Которые показывают Что Как воздействует Температура Давления Скорость ветра Облачность Осадки Прочее Прочее Все это На здоровье человека Конечно Для здоровья человека Хуже всего Когда Есть перепады Большие температуры Если перепад Допустим Давление Больше 8 гектар Паскаля То это конечно Считается плохо То же самое Перепады температуры Допустим Там градусов Там 8-10 Ну и что же Получается Получается так Что все таки По данным Именно Эффективная температура Комплексная характеристика Мы видим Что все таки У нас Как бы Климат становится Более приятным Летний А зимний Более теплым Это Индекс Бодмана Он учитывает Суровость Это индекс суровости Мороза Ветра И так далее Он наоборот Ослабевает То есть Зимняя погода Становится более комфортной Вроде бы Получается так Что мы Год на год Подчеркиваю Может не приходиться Но в целом Тенденция к тому идет Что Нам И нашим Так Да Мы проводили Социологический Опрос С помощью Наших социологов Ермолаев Кузнецов Вот То есть Были подготовлены Вопросы Для жителей Татарстана Для специалистов И так далее Как они Ощущают Изменение климата Как они Воспринимают Это дело И так далее Ну мы в общем Получили Достаточно Ожидаемый результат Потому что Действительно Люди Это дело Чувствуют По себе И Как меняется Погода Как меняется Так сказать Обстановка В целом Вот Ну и в целом Что Больше всего Пожалуй Обеспокоен Гидрологи Почему Потому что Это все-таки Режим рек И прочее Он очень сильно Зависит От температурного И от режима Осадков Вот Так что Вот на этом Спасибо Я закончил Спасибо Спасибо